МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Режим межрегиональной чрезвычайной ситуации с федеральным уровнем реагирования ввели в Нижегородской области и Мордовии из-за пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по итогам заседания рабочей группы правительственной комиссии. По состоянию на 24 августа очагов горения на территории Сарова не зафиксировано. По информации оперативного штаба, фронт огня находится на расстоянии около 1,5 км от периметра. В связи с осложнившейся ситуацией выезд из Сарова через КПП номер 1 закрыт. Тушение природного пожара в Мордовском заповеднике продолжается почти три недели. В выходные огонь перекинулся на поселок Стеклянный. Сгорело более 20 строений. Сейчас площадь активного горения составляет около 300 гектар. На ликвидацию пожара брошены все возможные силы. На границе Мордовии и Нижегородской области ни на минуту не прекращается борьба с огнем. В тушении участвуют авиагруппировка, пожарные поезда, пожарные комплексы, шквалы водолей и другая техника. Также в тушении огня принимают участие около полутора тысяч человек. На месте трудятся пожарные из шести регионов и более 250 единиц техники. Совместно с сотрудниками МЧС России в тушении участвуют представители Росгвардии, Министерства обороны и лесного хозяйства. Продолжает работать и авиация. За сутки бортами Ми-8, Ми-26 и ИЛ-76 производится более 60 сбросов воды объемом более 300 тонн. Также к тушению привлечены несколько единиц авиатехники, в том числе КА-32 и БЕ-200. Боевое крещение на территории Сарова принял насосно-рукавный комплекс водолей. В настоящее время он обеспечивает бесперебойную заправку от 8 до 16 пожарных машин. Для заправки автоцисцерн от источника воды до площадки с разметвителями проложили полуторакилометровую рукавную линию. Водолей способен перекачивать колоссальные объемы воды от 170 до 500 литров в секунду на расстояние более 1200 метров. Комплекс состоит из одного автомобиля и пригоден для транспортирования по дорогам общего пользования. Такая техника позволяет заправлять пожарные машины как можно ближе к месту пожара. Чтобы остановить огонь, прокладывают минерализованные полосы. Также для мониторинга лесопожарной обстановки и разведки очагов пожара воздух подняты без пилотники. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. На что идут средства из резервного фонда города? Сколько планируют выделить из бюджета на строительство дорог по улице Чкало, благоустройство набережной реки Сатис и подготовку города к Новому году? Финансовые вопросы обсудили народные избранники на заседании планов бюджетного комитета. Об итогах расскажем далее. В резервном фонде Сарова 9,5 миллионов рублей. С начала года около 500 тысяч потратили на поддержку пострадавших и борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Режим ЧС в городе снова введен и возмещать все убытки, связанные с пожарами, планируют также из резервного фонда, но уже после снятия режима чрезвычайной ситуации в городе. При этом часть средств фонда постараются сохранить. Если мы сейчас все существующие средства, имеющие средства, потратим на возмещение ЧС, связанные с пожарами, то год еще не завершен и пандемия тоже у нас не завершена. Мы просто боимся. Это не значит, что мы сейчас все средства резервного фонда потратим на ликвидацию ЧС. Предполагаем, что их будет, ну, затрат будет меньше. Просто как бы остаток года, оставшуюся часть года боимся оставаться без запаса. Больше 30 миллионов потратят на строительство дороги по улице Чкалова. Этот проект пока находится в разработке. Речь идет об участке протяженностью 317 метров от улицы Академика Негина до Лесной. Сейчас здесь нет ни тротуаров, ни освещения. Улицу планируют сделать двухполосной – шириной полосы движения до 4 метров и шириной тротуаров 3 метра со скоростью движения в 40 километров в час. По предварительным данным, полная стоимость работ составит 72 миллиона. Сейчас мы заложили максимальные стоимости этого строительства. Еще раз повторюсь, что размещение будет после получения положительного заключения государственной экспертизы. Средства полностью всеместного бюджета, то есть улицу Чкалова мы строим за местный бюджет. В адресную инвестиционную программу Нижегородской области, соответственно, этот объект не включен. Также в рамках программы «Городское хозяйство и транспортная система города» около 300 тысяч выделят на выполнение работ по благоустройству набережной реки Сатис от Маслихинского моста по улиц строителя Захарова. Эта территория набрала наибольшее количество голосов в рейтинговом голосовании по выбору общественной территории для благоустройства в прошлом году. На художественное оформление и установку оборудования к Новому году потратят около 16 миллионов рублей. Это первые средства, которые выделили в бюджете для подготовки к празднику. По поводу места конкретных, места расположения этих малых архитектурных форм, там свисящихся фигур, в настоящее время прорабатывается Департаментом архитектуры и Департаментом городского хозяйства. Понимаем только то, что предварительно затронуты все районы города. На приобретение дорожно-коммунальной техники для города потратят еще около 3,5 миллионов рублей. Анна Пилипец, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей, Саров, 24. Президент России Владимир Путин подписал указ о выплате пенсионерам 10 тысяч рублей. Документ размещен на сайте Кремля. Единовременная выплата придет в сентябре. Заявление для получения средств подавать не надо. Другая важная информация в подборке коротких новостей. С 1 сентября в России начнет действовать гаражная амнистия. Благодаря ей можно оформить право собственности на землю под гаражом в упрощенном порядке. 26 августа специалисты кадастровой палаты по Нижегородской области проведут горячую линию по телефону 8 831 422 17 57. Вопросы о гаражной амнистии можно будет задать с 10 до 12 часов. Жители региона узнают о правилах подготовки документов, необходимых для кадастрового учета, и государственной регистрации прав на гаражи и земельные участки под ними. Дворец детского творчества начинает прием бумажных заявлений для обучения в объединениях. Приходить можно с 26 августа по графику, опубликованному в группе ДДТ ВКонтакте. При себе необходимо иметь маску, паспорт, свидетельство о рождении и снил с ребенка ручку. Вход во дворец со стороны улицы Ушакова около танка. 25 августа в Сарове стартует первенство России по баскетболу среди мужских команд. На соревнования приедут команды из Тула, Перми, Москвы, Курска, Нижнего Новгорода. Игры пройдут при поддержке госкорпорации «Росатом». Первенство посвящено 75-летию РФЯЦ в НИЭФ. 25 августа в спорткомплексе «Юниор» Саровская команда сыграет с баскетболистами из Перми. Начало в 19 часов. Для лиц старше 6 лет. Вход свободный. Ступеньки крыльца разбиты. Крыша над входом просела, а железной двери с домофоном и вовсе нет. Подъезд дома 16А на улице Силкина находится в аварийном состоянии. Возмущенные жильцы неоднократно обращались в управляющую компанию, но дело не сдвинулось с мертвой точки. Отчаявшись получить помощь, жители дома позвонили в рубрику «Городской дозор». Капитальный ремонт дома на улице Силкина 16А начался несколько лет назад. В подъезде покрасили стены и поставили новые почтовые ящики. Но вот крыльцо дома совсем забросили. На эту картину страшно смотреть. От прежних плит остались только камни. Ступеньки разбиты. Железную дверь сняли без видимых на то причин. А крыша подъезда вот-вот рухнет. Из-за халатного отношения управляющей компании одна из жительниц дома уже получила серьезные травмы. Ну это безобразие. С 17-го года у нас идет этот ремонт. Вроде бы решили, что все закончено. Решили, что все закончено. Нет, значит, надо утеплять. Там дом рушится. Вот вы видели сами, что такое крыльцо. Это же бомжатник. Самое настоящее. Ничего не делают. Раз не дают деньги на фасад. Ну хотя бы сделали. У нас уже женщина старенькая падала, в больницу попала. Там же невозможно нигде не вступить. С другой стороны дома уже долгое время без надобности стоит железное ограждение. И подъемник для строителей. Сейчас там скопились грязь и отходы. На все возмущения жителей управляющая компания приводит аргументы. Нет денег, дорожают материалы, не готова смета. При этом люди продолжают платить и за домофон, и за капитальный ремонт. Это что такое безобразие? Когда у нас все это закончится? Где у нас эта компания? Деньги собирает каждый месяц. У нас собирает деньги немало и собирает. С нашего дома только 120 тысяч в месяц. А это уже все, пятый год или четвертый год у нас это все заканчивается. И нету конца края. И нету никаких начальников, никого нету. Мы связались с компанией управления домами в Сарове. Выяснилось, что работами по данному дому непосредственно занимается фонд капитального ремонта и подрядная организация. Фонд капитального ремонта сами выбирали подрядчика на конкурсной основе. Данный дом делает подрядная организация «Еврострой», которая зарегистрирована в нашем городе. Это то есть наши жители. От нас ничего не зависит. Мы дергаем, так как жители дергают нас, мы дергаем эту компанию, так же мы звоним и узнаем, чего и как. Представитель фонда капитального ремонта Олег Абрамов отказался давать интервью, но рассказал нам по телефону, что деятельность подрядной организации находится под наблюдением помощника прокурора. Мы направим официальный запрос по ситуации с домом на улице Силкина, 16А, в фонд капитального ремонта. Как будут развиваться события, расскажем в одном из ближайших выпусков новостей. Если у вас есть вопросы по ремонтным работам вашего дома, вы можете опродиться к Олегу Абрамову по телефону 8 908 739 57 39. Светлана Юрунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24. 60 лет исполнилось со дня основания отдела детских дошкольных учреждений Сарова. В честь этой даты в администрации в рамках ежегодного августовского совещания педагогических и руководящих работников поздравили почетных педагогов дошкольного образования и вспомнили богатую историю детских садов Сарова. Подробности в следующем репортаже. Торжественная часть совещания педагогических и руководящих работников прошла в особой теплой атмосфере. Руководители администрации и департамента образования награждали дипломами педагогов школ и детских садов, Приветствовали молодых специалистов. Особое внимание уделили круглой дате – 60-летию городского отдела детских дошкольных учреждений. В честь этого весь зал стоя аплодировал почетным работникам детских садов Сарова. АПЛОДИСМЕНТЫ Первый детский сад в Сарове открыли еще в 1946 году в доме номер 6 по улице Пионерской. Тогда ясельные группы относились к Министерству здравоохранения, поэтому заведующими были врачи, а воспитателями работали медсестры. После того, как детские сады и ясли передали РФЯЦ в НИЕВ, в 1961 году открыли отдел детских дошкольных учреждений. Первым начальником отдела стала Муза Михайловна Рыбина. После нее посты занимали Анастасия Александровна Торопова, Галина Александровна Огнева, Ирина Дмитриевна Чулкова, Нина Николаевна Белянина. Отличники народного просвещения делали все, чтобы быть в центре педагогической мысли, стремились к тому, чтобы система дошкольного образования в Сарове была на высшем уровне. Отдел поддерживал постоянно тесные связи с научными методическими центрами, академическими ВОЗами, институтами повышения квалификации Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ульяновска. Сначала мы выезжали в эти учреждения, а потом уже ведущие специалисты приезжали к нам в город. Они помогали нам открывать экспериментальные площадки, организовывали их работу. В 1993 году в городе создали муниципальное учреждение «Детские сады Сарова», в состав которого вошло более 35 садиков. С 2017 года все дошкольные учреждения подведомственно департаменту образования администрации города Сарова. На протяжении 60 лет педагоги и руководители детских садов не только ухаживали за детьми и работали с родителями, но и занимались научно-педагогическими разработками, внедряли различные методики. Были обозначены такие пути развития дошкольного образования – интеллектуальное воспитание детей, физическое воспитание детей, экологическое воспитание детей и научное управление дошкольным учреждением. Использовались только отечественные программы, только отечественный опыт, отечественные методики. В Саровских дошкольных учреждениях всегда работали грамотные и трудолюбивые педагоги. Об этом говорят их победы на конкурсах самого разного уровня. Ежегодно в детские сады приглашают ветеранов дошкольного образования. На встречи воспитатели обмениваются опытом и знаниями, делятся бесценными навыками. По традиции дети дарят ветеранам теплые слова и праздничный концерт. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работали Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин